Здравствуйте, с вами Евгений Шувалов и сегодня я покажу вам головоломную партию из Нарвежского Ставангера между Ливоном Ароняном и Фабианом Круана. Итак, Ливон играет белыми, начинает ходом Е2, Е4, все чаще Ливон прибегает к ходу королевской пешки в последних партиях, а Круана отвечает сицилианской защитой. Коньевты Е6 и здесь Ливон решает свернуть с основных теоретических путей, которые начинаются ходом Д4 и делает спокойный ход С2, С3, переводя игру в вариант Алапина. Ну что ж, Круана немедленно отвечает ударом по центру ходом Д5, Ливон забирает на Д5 пешкой, черный забирает на Д5 ферзем, пользуясь тем, что поле С3 занято пешкой и конь не может выйти с темпом, нападая на черного ферзя, и белый удаляет по центру ходом Д2, Д4. Черный продолжает развитие фигур, белый убивает коня на край доски, и после хода К6 укрепляет центральную пешку слоном, на взятие на Д4 кажется, что черные создали две угрозы, взятие сюда и одновременно взятие коня на поле А3, но здесь конь с поля А3 скачет на поле Б5, и оказывается, что промежуточная угроза объявить семейную вилку на поле С7 заставляет черных потерять темп, вернется ферзем обратно на Д7, после чего конь с края переходит в самый центр доски. Черные укрепляют поле Б5, не допускают туда белые фигуры, Ливон продолжает развитие ходом слон Д3, черные занимаются тем же самым, следует короткая рокировка со стороны белых, и это все уже встречалось на практике не один раз, до этого черные здесь просто рокировали в короткую сторону, но в нашей с вами партии Фабиано Куруано применяет новинку, это ход коня на поле Е7, заранее перевоят черные коня поближе к королевскому флангу, чтобы укрепить позицию своего короля. Белые пока выстраивают батарею по белой диагонали, черные все-таки делают короткую рокировку, следует ход слон Ж5, и вот мы видим первая угроза со стороны белых, Ливон грозит побить коня на поле Ф6, после чего он закусит пешечкой на поле Х7, нужно как-то препятствовать этой затее, и Куруано делает ход конь Ж6, перегораживая белые диагональ с конем, белые выставляют свою ладью по центру, черные отступают ферзем от противостояния с этой ладьей, вторая ладья белых также выставляется по центральной линии, и ходом слон Д7 Куруано завершает развитие фигур. Но стороны развивались вполне логично, и в итоге мы пришли к примерно равной позиции, где возможно белые имеют чуть более пространства, их ладьи расположены пока чуть-чуть лучше, и поэтому Ливон Аронян должен начинать атаку. Но делать это не так просто, мы видим, что черные хорошо укрепили свой королевский фланг, взятие на Ф6 их нисколько не смущает, поэтому Аронян начинает атаку скромным ходом Ж2-Ж3, максимально ограничивая черные фигуры, отнимая у них поле Ф4, и планируя в дальнейшем движение крайней пешки. Ну что ж, черные ставят ладью на поле Е8, это явный намек на то, что в определенный момент Куруано собирается рвануть центральной пешкой вперед, и в этой ситуации Ливон Ароняна разменивается на Ф6, черные забирают пешкой и играют Х2-Х4, начиная все-таки атаку на позицию черного короля. Белая пешка грозит пойти дальше на поле Х5, после чего диагональ белая будет свистеть, видите, что БТЕ ферзь плюс слон стреляет на пешку Х7, и ставить коня на поле Ф8 не хочется, конь там расположен крайне пассивно. Но надо сказать, что шахматные движки просто смеются над этой угрозой, утверждают, что черные могут даже игнорировать движение пешки на Х5, например, сыграть ладья Д8, и на ход Х5 отступить конем на поле Е7, жертвуя пешку, после взятия король спокойно отступает, теперь грозит ход ладья Х8 с отыгрышем пешки, если, например, сыграть король Ж2, и на ладья Х8 приходится уже сбрасывать пешку обратно, чтобы заставить черного короля занять поле А6, но использовать это белые никак не могут, король спокойно возвращается на Ж7, и позиция полностью равна. В общем, ничего страшного в атаке белых пока не было, но Фабиано Коруано немножко перестраховывается и делает ход королем на поле Х8, заранее уводя короля от возможного шаха. Ход этот оказывается не самым удачным, но прежде всего скажу, что, видимо, идея черных в том, что на ход Х5 Коруано собирался отступить на поле Е7, и здесь взятие на поле Х7 допускает встречный удар на Ж3, видимо, именно в этом заключалась идея Фабиано Коруано, здесь побить ферзем, и на отступление к королям ферзь Х3 шаг, и потом Ф6, Ф5, перегораживая взаимодействие белого ферзя и слона, и отыгрывая фигуру, но, правда, надо сказать, что здесь шахматные движки утверждают, что совершенно неясная борьба возникает после странного хода слон Ж6, вот так вот подставляя слона под бой пешки, и на взятие на Ж6 ослабляется теперь пешка на Е6, белый играет ладья ДТИ, потом ферзь Е2, и здесь получают активную контр-игру, позиция здесь совершенно неясная, но мы не будем окунаться в эти девы и посмотрим, что было в партии, напоминаем, что Коруано сделал ход король Х8, и Ливон Ронян немедленно подмечает недостаток этого хода, а именно ослабление поля Х6, и делает ход ферзь Д2, намечая перевод ферзя на это ослабленное поле, и надо сказать, что этот ход возымел свое действие, Коруано немножко запаниковал, действительно, не хочется допускать ферзя на поле Х6, но и делать ход королем на Ж7, признавая ошибку, допущенную предыдущим ходом, тоже не хочется, здесь белые с темпами катят свою крайнюю пешку дальше, доводят его до поля Х6, и получают явный перевес в этой позиции, но тем не менее, видимо, именно так нужно было сыграть черным, но еще есть альтернатива, можно было пожертвовать фигуру на Ж3, вот таким вот способом, потом отступить ферзем обратно, с идеей поставить ладью на Ж8, и начать активную атаку на белого короля, но беда в том, что белые могут закрыть линию Ж, побить немедленно на Ж6, и здесь черные либо бьют пешкой, после чего линия Ж закрыта, либо играют ладья Ж8, но тогда белые подкрепляют слона пешкой путем Х5, и на взятие очень сильный ход ферзь Х1, получается вот такая вот позиция с нарушенным материальным соотношением, у белых лишняя фигура, но у черных целая армада пешек, в центре слон и довольно ослаблен белый король, надо сказать, что объективный перевес здесь на стороне белых, все-таки лишняя фигура сказывается, но все-таки белым пришлось бы здесь непросто, нужно находить очень точные ходы, иначе черные грозят даже перехватить инициативу, так что до практической партии эта жертва вполне заслужила внимания, ну а Фабиана Куруана трусливо играет слон Ф8, уводя слона на пассивную позицию, но все-таки не допуская белого ферзя на поле Х6, и здесь уже Аронян имел прекрасный шанс развить дальнейшую атаку, он играет Х5, сгоняет коня на поле Е7, после чего начинает строить батарею слон плюс ферзь, слон идет на С2, и на ход ладьи на Д8 выстраивается, точнее на Д8 пошла другая ладья, и здесь выстраивается батарея, видим, что грозит мат на поле Х7, черные должны закрываться от этой угрозы, они играют Ф5, перекрывая диагональ, и в этой позиции Ливон Аронян имел прекрасный шанс развить свою инициативу ходом Конь Ж5, грозит попросту взятие пешки на Ф7, а на естественный ход слон Е8, именно в этом заключалась идея черных поставить на Д8 именно ладью с линии Е, чтобы освободить это поле для слона, защищая пешку Ф7, но вот здесь белые просто отступают с ферзем на Е2, и в дальнейшем их планы входит жертва фигуры на поле Е6 за две пешки, после чего позиции черных полностью вскрываются, и белые получают решающую атаку, но надо сказать, чтобы пойти на этот вариант, нужно иметь определенную шахматную смелость, нужно ввести свои атакующие резервы, все-таки форсированного мата здесь нет, просто жертвуется фигура за две пешки, поэтому Ливон Аронян не решился на это продолжение, и он продолжает атаку на черного короля ходом Ж3, Ж4, пытается он все-таки вскрыть диагональ смерти, и поставить мат на поле Х7, но здесь слишком ослабляется позиция белого короля, и надо сказать, что черные получают активную контр-игру, например, уже в этой позиции заслуживал внимания ход Ф4, и на конь Е5 просто отступление слона на Е8, здесь позиция была бы примерно равна, но Каруана решает попросту не пускать белого коня на поле Е5, и для этого он делает ход Ф7, Ф6, прикрывая черные поля, ну, надо сказать, что ход этот допускает, конечно, определенные дополнительные возможности на стороны белых, например, заслуживал внимания здесь ход КНH4, желая все-таки продавить большую белую диагональ, и на это пришлось бы черным поднимать буквально единственный ход КНC6, все остальные ходы ведут к проигранной позиции, и после взятия на Ф5 череда форсированных ходов, здесь черный играет слон Б4, сильнейшее решение, абсолютно нечеловеческий ход, нападая на ладью, и готовя перевод ладьи на поле Ж8 с шахом, белые забирают пешку на Е6, грозят поставить мат на Х7 одновременно, но следует шах на Ж8, белые закрываются конем, ход слон С6 одновременно создает угрозу коню на поле Ж2, и защищает от мата на Х7, и на Д5 просто черные съедают ладью, следует череда разменов, которые в итоге приводят вот к такой вот позиции, мы видим, что благодаря связке по линии Ж, белые не могут побить слона, и возникает Эншпи с лишним качеством у черных, но тем не менее сильная пешка на Е6 позволяет белым с оптимизмом смотреть будущее, ну и объективно, наверное, эта позиция близка к равенству. Но мы с вами возвращаемся к партии. Итак, ход конь Х4 в партии не последовал, вместо этого Леон Ронян несется вперед на всех парах и играет Ж4 и Ж5, пытаясь все-таки получить поле Е5 для собственного коня, отвлечь пешку с поля Ф6, но теперь уже Каруана вбрасывает своего ферзя в зону поближе к белому королю, белые забирают на Ф6, атакуя коня, следует шаг с поля Ж4, но, видимо, здесь можно было рассмотреть отступление короля в угол, но, к сожалению, это проигрывает из-за хода слон С6. Мы видим, что белые попадают под огромное количество связок, и такое количество связок им просто не пережить, поэтому Ронян отступает королем к центру, следует еще один шаг с поля Х3, но здесь объективно белые могли просто форсировать ничью, вернувшись королем на Ж1, и после шага возникает равная позиция, но все-таки Ливон Ронян решается играть на победу, и в этой позиции играет король Е2, ведет он своего короля поближе к центру, убегает все-таки от вечного шага, но теперь уже Фабиана Круана набрасывает фигуру в атаку. Конь Д5, самый естественный ход, грозит смертельная вилка на поле Ф4, белые должны реагировать, и они делают ход ферзь Д2, прикрывая поле Ф4 от вторжения черного коня, и теперь шаг слоном с поля Б5. Мы видим, что белый король буквально зажат всеми фигурами, ему некуда деваться, ход слон Д3, загораживающийся от шага, просто проигрывает после ферзь Ж4, такая вот связка, и теперь грозит шаг конем с поля Ф4, который должен привести к победе, например, на взятие на Б5, конь Ф4 и шаг, потом слон Х6, и черные фигуры все-таки добираются до белого короля, поэтому Аронян понимает решение побить слона на Б5, это единственный ход, и надо сказать, что здесь черные должны играть поедельно точно. Если в ответ просто холодно побить пешкой, то это промедление будет стоить черном партии. После хода Ладья Ж1, белые получают поле Е1 для собственного короля, и начинают активную атаку по линии Ж, например, ферзь Бх5, белые вбрасывают ферзя на Ж5, но тут уже приходится забирать на Ж5, белые забирают конем, грозя не много не мало, а поставить мат в один ход, приходится как-то прикрывать это поле, и здесь выигрывает маленькая комбинация, слон Бет Ф5, и на взятие пешкой Ладья Бет Д5, просто разрушая позицию черных, и здесь белые просто выигрывают. Так что нельзя здесь медлить, нельзя забирать коня на поле Б5, но зачем тогда черные отдали фигуру по предыдущим ходам, напоминаем, что был слон Б5 шах, и просто конь бьет Б5, теперь черные не могут бить на Б5, потому что они проигрывают, но оказывается, что у Курана есть очень сильное решение, это ход Ферзь Ж4, не только связывая коня, но и создавая очень сильную угрозу конь Ф4 шах, здесь дело в том, что не могут белые сыграть Ладья Ж1, этот ход выигрывал бы, если бы конь стоял на поле Д4, здесь же просто успевают черные сыграть конь Ф4 шах, и потом побить Ферзя на Д2, в результате чего они выигрывают материал, именно ради этого удавался шах на поле Б5, ну, а Ронян играет пока довольно точно, Ферзь Ж5, предлагаю размен Ферзи, на шах с поля Ф4, король идет на Е3, вперед, атакует коня, следует шах с поля Ж2, король отступает обратно, черные могут форсировать ничью повторением ходов шахами на Ф4 и на Ж2, но Каруана продолжает играть на победу, надо сказать, что Ронян находится здесь в сильнейшем цейтноте, он делает ходы буквально на секундах, и поэтому после шаха Ферзи с поля С4, он должен принимать решение мгновенно, слон Д3, единственный ход, перегораживаясь от шаха, черные жертвуют качество на Д3, и в этой позиции, буквально секундно, оставаясь на часах Роняна, он автоматически забирает ладьей на Д3, и этот ход является грубой ошибкой, следует конь Ж4 шах, двойной удар, здесь последним шансом Роняна побороться в этой партии было бы жертвой Ферзя на Ф4, после которой, кстати, все не так ясно, черный забирает на Ф4 Ферзем, потом ладья Д4, точный ход, нападая на Ферзя, и отгоняя его на более пассивную позицию, и конь С7, белые фигуры стремятся вперед, забирают пешку на Е6, на связку король смело отступает в центр, взятие на Ф6, ответное взятие на Ф8, и после взятия ладьи на Е1, очень важна комбинация Деспирада, что это такое, мы видим, что конь на поле Ф8, все равно будет съеден черными фигурами, поэтому белые стараются продать жизнь этого коня, как можно более дорого, и вначале забирают пешку на Х7, нападая попутно на черного Ферзя, и после взятия на Х7, уже забирают ладью на поле Е1, после чего возникал бы вот такой вот Эншпиль, ладья, конь и пара пешек против Ферзя, и здесь черным было бы очень непросто прорвать оборону белых, объективно, наверное, эта позиция ничейная, но в парте, не решился на жертву Ферзя, Ливон Аронян на секунду ход делает ход король Е3, и получает шаг с Ферзем с Е4, шаг с Ферзем с поля Д3, король отступает на С1, и взятие коня на Ф3, черные выиграли материал, у них уже лишняя фигура, Аронян пытается поставить мат ходом Ф7, создавая угрозу Ферзь Ж8 мат, но просто после хода Ферзь Ж4, поле Ж8 находится под контролем, и здесь Ливон Аронян признал свое поражение, надо сказать, что еще имели возможность белые поставить здесь последнюю ловушку, вместо хода Ф7, такая простая угроза мата, можно было сыграть похитрее, и сделать ход Конь Д6, очень красивое решение, Конь стремится поставить мат на поле Ф7, и очень важно, что брать этого коня нельзя, поскольку слон должен караулить поле Ж7 от возможного мата, но надо сказать, что здесь черные холодно могут сыграть А6, делая форточку для короля, и после шаха Конем спокойно отступить на Х7, очень важно, что Конь с поля Ф4 контролирует поле Ж6, и у белых нет мата, но белые могут сыграть еще хитрее, они могут чуть-чуть усилить эту идею, и вначале сыграть Ладья Ж1, с простой идеей поставить мат на поле Ж8, черные защищаются путем Конь Е2 шах, король отступает, и здесь ни в коем случае нельзя забирать Ладью на поле Ж1, именно в этом заключается ловушка белых, после естественного взятия Ладьи, следует та самая комбинация Конь Д6, и здесь угроза мата на поле Ф7 очень сильна, уже не проходит ход Х6, из-за матов два хода, мы видим, что поле Ж6 теперь не контролируется Конем, и приходится черным в этой позиции объявлять вечный шах, играть Ферзь Е2, и потом Ферзь Е1, просто вечный шах, беда белых в том, что они не могут играть на победу, отступая королем на Б3, поскольку Ферзь Д1, и потом черный Ферзем забирает коня и выигрывает, но объективно все-таки ход Ладья Ж1, конечно, ставил максимально проблем перед черными, но они выигрывали путем Конь Е2, и здесь пробежуточный шах на поле Е4, теперь король не может отступать на линию Д, из-за подключения Ладьи черный к атаке, а если король идет на Б3, то мы забираем уже Ладью, и на ход Конь Д6 находится шах на поле Д5, черный забирает Коня Ферзем, и выигрывает партию. Ну, я вам говорил о том, что белые имели возможность сделать ничью, давайте немножко отмотаем партию назад, и так напоминаем, что здесь последовало жертву качества Ладья Б3, а Ронян автоматом ответил ответным взятием, но вместо этого хода у него был просто фантастический ресурс, который, наверное, невозможно найти на секундах, это ход Конь Е5, вот так вот второго коня подвешивая в атаку, нападая на Ферзя, нападая на Ладью, и, что более важно, нападая на Мат в один ход с поля Ф7. И здесь уже черные должны проявить чудеса эквилибристики, чтобы не проиграть партию в один ход. Например, двойной шах Ладьей с поля Е3 попросту проигрывает, король отступает на Д2, уходя от всех шахов, и после взятия на Е5 следует ответное взятие, король убегает от шахов, белые остаются с лишним качеством и выиграют эту партию, поэтому единственная защита за черных это тонкий шах Канел с поля Ф4, после чего король отступает на Ф1, и ход Ладья Ж3, вот это буквально единственный же ход, который позволяет черным разменять Ферзей, и переводит игру в Энштейн, который кажется игровым, но движки оценивают его как абсолютно равным, видимо черные умудряются съесть пешки на Х5 и на Ф6, ну а белые каким-то способом съедят пешку на Е6, и получится равная игра. Но все-таки позиция игровая, и можно было этот Энштейн еще играть на победу белыми, мне кажется, спокойно. Но напоминаю, что в партии последовал Ладья БДТ, после чего нужно было жертвовать Ферзя на Ф4, ну и здесь черные провели красивейшую атаку, и просто ходом Ферзей 4 выиграли партию. Кому понравился обзор, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить обзоры будущих партий. Также прошу обратить внимание на плейлист по варианту Алапина сицилианской защиты, который вы видите на своих экранах, там вы найдете все партии, сыгранные этим вариантом. А с вами был Евгений Шувалов, до новых встреч, и спасибо за внимание. А с вами был Евгений Шувалов.